Приветствую вас. Я думаю, что для начала необходимо задать вам несколько вопросов. Первый вопрос заключается следующим. Какое значение для вас имеет секс? Какое значение для вас имеет то, что вы девственница? И какое значение для вас имеет ваш возраст? Почему вы на это обращаете свое внимание? Насколько вы реализованы в своей жизни? То есть, если бы вы были реализованы, если бы у вас не было времени, если бы вы активно старались, например, строить карьеру, стать высококлассным специалистом, то, наверное, этих вопросов бы не возникало. Так получается, у вас есть время об этом думать и есть время об этом переживать. Это говорит о том, что именно по жизни вы идете, ну, несколько не так, как надо быть. Это первое. Так, второе. Стоит ли переспать, чтобы что? То есть, чего вы хотите сами от этой ситуации? Ну, вот от того, что, к примеру, вы переспите с мужчиной. То есть, что вы хотите? Если просто получить удовольствие, оргазм, то это одно дело. В таком случае, в чем вы сомневаетесь? То есть, вы считаете, что, не знаю, недостойны секса или что? Если же вы через секс в некоторой степени хотите получить, допустим, любовь. Если вы хотите получить через секс в некоторой степени внимание мужчины к себе. Вот. То, что нет, не стоит, не стоит в этом случае вступать в сексуальные отношения. Потому что мужчина, например, увидев и поняв, что вы хотите, ну, что вы хотите секс с ними только, они не будут воспринимать вас только как партнера для секса. Вот. То есть, калочку себе поставят, да, что я её лишил в детстве и всё, и пойду дальше. То есть, как бы это у вас не вызвало ещё большую закомплексованность по поводу, ну, по поводу секса и так далее, да? Что бы, вот, не хотелось бы, наверное. Это вот такой момент. Дальше. Вы пишите. Значит, я не знаю, к чему это может привести. Хотелось бы спросить, а к чему вообще может привести секс? Либо к появлению детей, либо к получению удовольствия, либо к возникновению связи между двумя людьми и людьми. Всё. Больше, как бы, вариантов. Вариантов нет. Так, э-э-э, вопрос к вам у меня возникает. А вы-то чего, чего хотите? Сами. Дальше. Э-э-э, вы пишите. А-а-а, я хочу, э-э, себя узнать. Вот. А-а-а, в каком смысле вы хотите себя узнать? Если вы говорите именно про секс, то есть, что вы для себя узнаете секс, то это не совсем так. То есть, вряд ли вы сможете узнать про секс, э-э-э, вот, в той форме, с какой вы хотите это сделать. Потому что с одним мужчиной вы будете чувствовать себя так, с другим мужчиной вы будете чувствовать себя так. И не забывайте, что, э-э-э, у вас, э-э, будет опыт накапливаться. И, э-э-э, в том числе, и благодаря опыту вы будете чувствовать себя по-другому. Поэтому узнать себя через секс не получится. Да и ещё вообще узнать, узнать себя. Как это? Вот. Э-э-э, в чём конкретно вы не уверены? Кри-кристина, э-э-э, что задаёте такой вопрос? В чём конкретно вы не уверены? Что вы делаете такой вопрос? В чём вы сомневаетесь? В чём конфликт? В чём противоречия? А-э-э, что с чем борется, борется у вас? А-э-э, есть же причины, по которым, по которым 24 года вы являетесь девственницей. И вас отвлекает, это очевидно. Соответственно, нужно раскрыть, что для, какое значение ещё раз повторять, на вас имеется секс. Разгрузить это значение, чтобы вы через чур многого от него не ждали. И уже после этого, спокойно решать для себя, чего я хашю и это, ну, к этому стримиться. Знаете, это так работает, не по-другому. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. На этом всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешится. Вы либо увидите, чего хотите, обратите внимание на действительно важные вещи. Вот, на первичные вещи. Не важные, а первичные вещи. Вот. И тогда обещание станет для вас очевидным. Либо, либо вы всё-таки обратитесь к психологу, который вам придётся по душе. Вот, раскроете свою неуверенность в себе. Испавитесь от сомнений, от всего лишнего багажа, который вам мешает. И после этого у вас, по сути, будут абсолютно понятные вещи. И вопрос, вопрос, о принятии решения стоять не будет. Так, как он стоит сейчас. Желаю вам всего самого доброго.